У вас уже 20 лет. Инфекцию в регион завезли из Дагестана. О ситуации на сегодняшний день специалисты Роспотребнадзора доложились заместителю главы администрации Ноябрьска Валентине Сиренко. С начала ноября в больнице Губкинского с симптомами кори обратились около 20 человек, 13 из них дети. За прошедшие выходные в ноябрьский отдел Роспотребнадзора поступила информация о возможных случаях заболеваний и в других ямальских городах, в том числе в Ноябрьске и Муравленко. Сейчас обследование проходит и одна из пациенток окружного спеццентра. Врачи говорят, что единственный метод предупредить корь – вакцинация. За истекший период 2013 года вакцинировано и ревакцинировано 796 взрослых. Из них 114 иностранцев. В основном это Контект и Ямато, а также иностранные граждане, проходившие процедуру оформления вида на жительство и гражданство. И сегодня у нас в гостях начальник территориального отдела Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Ноябрьске Юрий Полищук. Здравствуйте, Юрий Дмитриевич. Итак, скажите, пожалуйста, ситуация достаточно наколена. Есть ли поводы для какой-либо паники у жителей конкретно нашего города? На сегодняшний день у нас заболевание кори не зарегистрировано, но зарегистрировано у наших соседей. Ближайшие соседи – это город Гопкинский, будем говорить, ну а также Ханты-Мансийский округ. Ну а в Ханты-Мансийском округе, соответственно, работают организации наши, наши люди работают, которые проживают в нашем городе. И вот судя по тем данным, которые нам пришли с Ханты-Мансийского округа, у нас есть контактное. Ну и сейчас, возможно, будет по Гопкинскому еще. Ну, я так понимаю, коль для нашего города не слишком актуально, а может быть вы расскажете о том, как обстоят дела с гриппом? Ну, на сегодняшний день у нас пока заболевание гриппом не зарегистрировано. Идет небольшой подъем заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, но это в связи с этими температурными режимами, перепадами и так далее. Вот, поэтому тоже, как говорится, на сегодняшний день беспокоиться не надо. Вот, и я бы хотел сказать, что пока подъема заболеваемости нет. Ну и чтобы себя уберечь, какие меры можете посоветовать? Ну, вы знаете, я же хотел бы еще сказать, что на сегодняшний день, по данным центральной городской больницы, значит, привитость населения у нас составляет порядка 97%. Это довольно-таки хорошая иммунная прослойка будет среди населения. Поэтому это один из факторов, как говорится, который может предотвратить заболевание в нашем городе. Это во-первых раз. Ну и второе, самая хорошая профилактика, это, конечно, вакцина-профилактика. Что гриппа, что и кори. То есть идем в ЦГБ и ставим прививки? Да. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, у нас в гостях был Юрий Полищук, начальник территориального отдела Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Ноябрьске. И мы продолжаем выпуск. Музейный ресурсный центр собрал молодежь города на научно-практическую конференцию «Наше будущее. Ямал. Диалоги в музее». В ней участвовали 20 человек. В этом году конференция впервые приняла статус окружной. Свою работу прислали и три участника из Нового Уренгоя. Правда, приехать лично не смогли, но их работы были засчитаны жюри заранее. Представители нашего города лично защитили свои научные труды и даже поучаствовали в диспутах. Авторы лучших работ были обощрены призами. По итогам конференции организаторы издадут сборник тезисов. Направления они достаточно разнообразные. То есть у нас в направлении сферы жизнедеятельности в условиях севера заявлено. Молодежь, город, то есть то, что интересно молодежи. История города и округа. Ну вот, такие темы и на ряд других, в том числе и проектные инновационные деятельности. Подобные актуальные вопросы, они поднимаются. Стирая барьеры, в эти выходные в КСК «Ямал» в рамках марафона «Доброты» прошли соревнования среди членов общественной организации «Необычные дети» и их давними друзьями – семьями сотрудников 2-го отряда Федеральной противопожарной службы. Напомним, марафон стартовал 17 сентября и направлен прежде всего на социализацию и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы провели для участников игровую программу «На воде». В нее вошло театрализованное представление и разнообразные эстафеты, и занимательные игры. Как водится, победила дружба, а в итоге каждый ребенок получил заряд бодрости, энергии и хорошего настроения. Этот праздник сегодня объединил всех тех, кто неравнодушен к судьбам, нуждающимся в помощи, доброте и поддержке. И о других событиях мира спорта коротко в нашем обзоре. Три матча подряд не могут выиграть подопечные Лучано Спалете в чемпионате России по футболу. На этот раз питерский клуб не смог форсировать терек. Мало того, во втором тайме хозяева открыли счет, и чеченские футболисты были даже близки к победе. Но в концовке встречи Аксель Вицель почти пешком прошелся вдоль штрафной, обыграв нескольких защитников, а затем точно пробил мимо вратаря. 1-1. В результате, если в понедельник московский локомотив переиграет Краснодарскую Кубань, то москвичи окончательно потеснят зенит с первой позиции в турнирной таблице. Очередные три очка заработал авангард в регулярном чемпионате КХЛ. Матч в Челябинске против Грозного Трактора изначально ожидался сложным и упорным. Удивил всех тренинг-сибиряков, который неожиданно доверил место в воротах воспитаннику челябинского хоккея Андрею Мезину. Впрочем, это и стало залогом успеха. Весь матч проходил в абсолютно равной борьбе, и многое в нем предопределило спортивную удачу. Так, на 14-й минуте встречи защитник ястребов Денис Куляш от души приложился по шайбе от синей линии. Каучуковый диск к турсам ушел в цель, да так, что вратарь трактористов просто не смог среагировать на бросок. 1-0. Второй период получился удивительным. Он прошел в атаках авангарда, и гости должны были как минимум трижды увеличивать отрыв в счете. Но на последней минуте пропустили сами. 1-1. А вот заключительный отрезок игры был полностью за трактором. Челябинцы раз за разом выкатывались на ударные позиции, но в рамке настоящей чудеса творил Мезин. За две минуты до сирены он трижды отбил броски соперника, а потом нападающий уральцев умудрился не забить в пустые ворота. Ответная атака и забытый Сергей Калинин выкатывает один на один. Бросок и трактор заглох окончательно. 1-2. Сотрудники «Газпромнефть» «Ноябрь» с «Нефтегаза» определили лучших в настольном теннисе. В детском саду «Крепыш» прошло лично командное первенство среди структурных подразделений предприятия. Участие в соревнованиях приняли 11 команд. В итоге в упорной борьбе третье место занял аппарат управления. Серебро взяли нефтяники цеха добычи нефти и газа номер 6, на первой строчке цех подготовки и перекачки нефти номер 1. Они носят характер отборочный, потому что в феврале у нас пройдут зимние игры «Газпромнефти» в городе Омске. И на этих соревнованиях мы сильнейших отбираем спортсменов для участия в вышестоящих соревнованиях. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 3 декабря в Салехарде малооблачная ветер юго-восточный до 1 метра в секунду. Температура минус 19 градусов. В Муравленко снег ветер южный до 7 метров в секунду. Температура 9 градусов ниже нуля. В Ноябрьский небольшой снег ветер южный до 7 метров в секунду. Температура минус 9 градусов. Продолжение следует...